Ямбург отмечает двойной юбилей. В августе исполняется ровно 50 лет с момента открытия нефтегазоконденсатного месторождения. Также в этом году 35-й день рождения предприятия, которое ведет его разработку. Объем разведанных запасов на этом участке 6,9 триллионов кубометров газа. Такие показатели дают право месторождению называться гигантом. На пятой в мире по величине газовой площади побывали Павел Прожогин и Андрей Мальцев. Именно отсюда, со скважины Р-2, началась славная газовая история Ямбурга. 50 лет назад, в августе 69-го, бригада бурового мастера Владимира Романова получила с этой скважины мощный газовый фонтан. На тот момент ее свободный дебет составил 2 миллиона кубов в сутки. По объему разведанных начальных запасов Ямбургское месторождение занимает пятое место в мире. Сегодня это большой современный комплекс. Разработка этой площади ведется 14 установками комплексной и предварительной подготовки газа. Голубое топливо на них поступает с разных горизонтов. Постепенно в производственной цепочке появляются новые технологические звенья. Процесс эксплуатации в связи с снижением пластового давления было предусмотрено следующим этапом работы. Это постройка доживных компрессорных станций. Первая компрессорная станция была построена в 1996 году, в марте месяце запущенная. А вторая компрессорная станция была построена в 2002 году. Месторождение уже вошло в стадию зрелости. Напор газа продолжает падать. Чтобы сохранить показатели добычи и рентабельность, компания «Газпромдобыча Ямбург» внедряет инновационные разработки. Оптимизировать добычу голубого топлива должны модульные компрессорные установки. У КПГ-6 Ямбургского месторождения стало испытательным полигоном для перспективного оборудования. Этот объект был изготовлен специалистами «КазанкомпрессорМАШ». В данном случае, если вы даже можете посмотреть, эти объекты «АРМ» управления, мониторинга и установка на сегодняшний день работает. Представители завода здесь проводят комплексную проверку на максимальных режимах, на минимальных режимах. То есть, согласно удерженной программе. В октябре прошлого года начались приемочные испытания установки. Специалисты завода-изготовителя вместе с газовиками проверяют МКУ на надежность. Модульная установка должна непрерывно проработать 5000 часов. В перспективе она позволит оптимизировать добычу на каждой конкретной скважине общества «Газпромдобыча Ямбург». Оно позволяет эксплуатирующей организации добывать газ из скважин с низким давлением газа. То есть, на завершающем этапе добычи газа из скважин. Если давление в скважинах падает, мы ставим эту установку на куст. И она позволяет развить давление на выходе из МКУ до 10 килограмм. Что позволяет дальше компримировать ее в условиях ГП. «Газпромдобыча Ямбург» обеспечивает 33% добычи газа материнской компании. В долгосрочном плане развития предприятия – выход на месторождение Обской и Тазовской губ. Павел Прожогин, Андрей Мальцев, Служба новостей, «Импульс».